Поговорим о нашем участии в служении Богу и начнем с рождественской истории. В Евангелии от Луки дает родословную Иисуса, указывая предков Марии, а Евангелие от Матфея повествует о Спасителе, указывая предков Иосифа. Два героя одного сюжета, но разные ракурсы, и обратите внимание, нам с вами необходимо веровать библейским писаниям. В Евангелии от Луки сказано, ангел сказал ей в ответ, «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя». Она задала вопрос. Перед Марией появился верховный ангел Гавриил и сказал, что она зачнет ребенка, что родит сына. Мария спросила Гавриила, «Как это произойдет, ведь я еще не была с мужем». Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святой и сила Всевышнего найдет на тебя». Большое спасибо за разъяснение. У вас было такое? Господь Бог зовет вас куда-то, но кажется, что дал малой информации о своем замысле. Рождаемое Святое наречется Сыном Божьим, и для Бога нет ничего невозможного. Мария сказала, «Да будет мне, по слову Твоему, и ангел отошел». Мария с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин. Она пошла в Северную часть, вошла в дом Захарии и приветствовала. Мария посетила лишь двух человек, которые поняли историю, рассказанную ей. Вспомним, Захария был священником, служащим в храме. Ему явился ангел и сказал, «Твоя жена родит сына». Захария задал вопрос, из-за чего ангел затворил ему уста, и он был нем до рождения ребенка. Когда Мария рассказывала им историю о себе, в этот раз Захарий уже ничего не спрашивал. Незадачливый человек только соглашался с услышанным. Городишко стал безопасным местом для Марии, в отличие от Назарета, где было бы много вопросов и осуждения. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет два чрева от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен, и не желая огласить ее, хотел тайно опустить ее. Когда он помыслил это, ангел явился ему во сне и сказал, «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит сына, и наречешь ему имя Иисус. Он спасет людей своих от грехов их». Друзья, хочу признаться, чаще всего я жалуюсь Господу Богу на Его времена и сроки. Но воскрешая в памяти историю искупления, я вижу, Божья верность совершенно и неоспорима. Упуская это из виду, я спрашиваю, «Господь, когда Ты исполнишь слово?» «Но мою торопливость Создатель считает излишней». У вас это было? Прочтем из Евангелия от Матфея. «Господь Бог отправляет Марии ангела с вестью о зачатии младенца». Она поклялась выйти замуж, и она уже помолвлена. Возлюбленные, братья и сестры, дело в том, что Мария с Иосифом планировали будущее, но к праведному Иосифу архангел Гаврил пришел попозже. Потом Иосиф узнает, его возлюбленная Мария беременна. И, конечно, жители и соседи рассказали бы Иосифу об этом. А вот как все случилось потом. Парень не хотел опозорить любимую, Марию, еще больше и желал отпустить ее тайну, отменив все ее обязательства. Представьте себе, если бы вас интересовало будущее, а я знал бы разворот событий заранее, «Подозреваю, вы выведали бы от меня изложение событий тех обоих очевидцев истории. Вы бы выслушали и восхитились. Это будет настоящее зрелище. Сейчас начнется настоящее действие». Но все было по-другому. Мария встретила ангела. Забеременела, и это стало известно всем. А ее Иосиф еще не знает об этом. Предполагается, что должен состояться диалог между ним и Марией. Ангел рассказал волю Бога. Да что ты. Иосиф уснится сон. Бог ободряет его и велит не бояться. Потом Мария не раз напоминала ему, «Научись доверять мне». Бог вершил свою волю через Марию и сказал, «Мессия и Иисус спасет свой народ от их грехов». Если бы я был связующим звеном в этой истории, то вы бы обвинили меня в некорректности и оставили бы запись обо мне в жалобной книге. Но Всевышний Бог открыл свою волю этим ребятам, чтобы они стали его соработниками. Итак, данный отрывок послужит отправной точкой моей проповеди. Сейчас вы увидите эти два фрагмента с моего ракурса. Возможно, вы не согласитесь со мной, а если согласитесь, то сэкономите время. Что вы думаете о благовещении? Кажется, что это должно принести радость. Появляется ангел и говорит, «Ты избрана родить Мессию». Ведь все народы получат благословение. Верно? Приглашение ко спасению было возвещено не кругу избранных людей, а всей планете. Кто-то сомневается, но вечная жизнь — это в разы лучше дотаций на обучение или престижные футбольные награды FIFA. Это приглашение изменяет всю жизнь. Уверен, что Иосиф с Марией строили планы на жизнь, вырабатывали систему ценностей, обсуждали все это, копили, мечтали. Молодые согласились с Божьей волей. И все их планы стали несбыточной мечтой. Они понимали, их жизнь не будет прежней. Исполнение воли Господа меняет судьбу. Вообразите! Господь приглашает вас и намеренно перечеркивает все ваши жизненные планы. А мы, обманываясь, фантазируем. Господь благословит меня и исполнит мою волю. Благовещение меняет наши планы. Подумайте. Иосифу выпала роль отчима. Когда я думаю о Рождестве, я всегда вспоминаю об этом. Какой гнет он испытал, какое давление. Мальчик Иисус вырос под присмотром заботливого отчима. Если ваша жизнь не сахар и мечты не сбылись, то знайте, Господь Бог действует, идя с вами по житейскому пути. Далее второй вопрос. Это степень сложности вашего испытания. Итак, возлюбленные братья и сестры. Представьте себе следующую ситуацию. Господь посылает Архангела, и Иосиф с Марией не молились об этом и не держали пост. Им не пришлось ожидать чуда 40 лет для этого, в отличие от нашего отца Веры Авраама. Бог сказал Давиду, что тот станет царем, но обещанное сбылось не скоро. Следовательно, по-моему, каждое из этих испытаний имеет свою степень тяжести. Веру в обещанное Марии не объяснишь. Это испытание уникальнейшее в истории, и его нам не пройти. Никто из евреев не пережил родов, будучи девственницей. Расскажи об этом, никто не поверит. Тебе пришлось бы столкнуться с человеческим неверием. Семья держала все в секрете, и ее не торопились звать на торжества. Ты не опубликуешь такое в соцсетях, только любящий Господь Бог и самые близкие понимают, что это такое. У Иосифа и Марии была непростая жизнь. Есть одно серьезное предупреждение об успехе. Я дам его определение и буду возвращаться к нему все время. Оно поможет служить мудрому Господу Богу в жизни под солнцем, и за это вы получите награду в вечности. Это важно. Успех мы видим как исполнение моих планов и целей. И Господь не против успеха, но премудрый Бог призывает нас к чему-то большему. Ведь если ты зациклен на земных успехах, то когда ты умрешь, твой успех умрет вместе с тобой. С нами в рай уйдет лишь духовное. Мы не будем вдаваться в каждую мелочь библейского пассажа. Я дам вам общее представление. У нас недостаток понимания о том, как стоять в вере. В послании к коринфянам сказано, «Насаждающий же и поливающий — суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду». Давайте прочтем еще раз. Каждый получит свою награду по своему труду. А вы знаете, что Бог наградит вас за земные труды? Итак, Господь Бог наградит вас за то, как вы живете сейчас. Да, спасение, не заработать — это да. Ты не заслуживаешь его. Не заработаешь и никогда не соблюдешь все правила, но ты будешь награжден Господом Богом за то, как ты прожил на земле. Вечностью у всех будут разные награды. Бог не социалист. Это по-библейски. Мы не будем жить в одинаковых домах и водить одни марки. Потерпите меня. Может, сравнение туманно, но идея понятна. У всех нас будут разные награды. Так вот, я выхожу за рамки стереотипа. Да в наших умах живет одна нелепица. Помолись. Плюнь через плечо. И ответ придет. Однако это не по-библейски. Это искореженное учение. Это обман. Я верю в возрождение, обращение и спасение. Врождение с высшим. Как ты это ни назови. Но это начало пути. Цель Творца. Цель получения спасения от ада. И знакомство с Богом. Это участие в служении нашему Господу. И достижение Его вечных планов, за которые Он наградит вас. Это по-библейски. И скоро мы прочтем это. Мы соработники у Бога. Ты соработник, сотрудник, а не наемник. Вы Божия Нива, Божие строения. Я, по данным мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание. Павел основал Каринфскую церковь, заложил основание, ушел к другой общине, а кто-то другой поставил руководителей в Каринфе. Другой строит на нем, но каждый смотри, как строит. Никто не может положить с другого основания, которое Христос. Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерево, сен, солом? Здесь Павел перечисляет две категории стройматериалов. Итак, золото, серебро, драгоценные камни. Эти редкие металлы и камни стоят очень дорого. Дерево, сено и соломы в избытке хватает во всяком месте, но они недорогой материал. Драгоценный камень по стоимости сравнится с нашим зданием, наполненным деревом, сеном и соломой. Итак, здесь две категории. Дети Божьи, наши дела попадут в одну из этих категорий. За кучу видимых, но ненужных дел нас наградят грошами, а скромное с точки зрения обывателя начинание Бог оценит очень высоко. Почему это важно для нас? Потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. Дорогие, наступил важный момент. Мы прочитаем 13 стих. У каждого дело обнаружится, ибо день покажет. А в данном отрывке не какие-то сутки имеются в виду, а сам Божий день суда. Каждый из верующих предстанет предсудилищем Христа. Каждый из нас даст личный отчет Господа Иисусу. Это не суд, где определится судьба в ад или в рай. Для последователя Господа Иисуса Христа этот суд будет оцениванием нашей жизни. Здесь именно такой смысл. Наша с вами жизнь будет проверена огнем Божьего суда. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит драгоценную награду. Ежели мы строим из золота, серебра, драгоценных камней, то строение выдержит огонь, а строения, сооруженные из дерева, сена и соломы, не устоят. У кого дело сгорит, тот потерпит урон. Урон того, на что мы потратили жизнь. Впрочем, сам христианин спасется, но так, как бы из огня. Обратите внимание, здесь все ясно и предельно понятно. Знаете, в канун Рождества растет число пожаров. Рождественские украшения и пожары дома. Мы смотрим новости, видим репортажи о семьях, скорбим с потерявшими, все в одночасье. От пострадавших мы слышим, как они сожалеют и испытывают грусть о своих потерянных вещах. Бедняги навсегда утратили свои вещи, и все эти пожитки уже не вернутся. Затем ты слышишь нотки надежды в голосе Погорельца. «Я рад, что я выжил». Вы слышали интервью о пожарах в Калифорнии? Люди сокрушаются и скорбят. Вы понимаете, я потерял все, но я выжил, и я начну все снова. Такие кадры запоминаются. Если вы приняли решение трудиться для Царства Бога, то на судилище Господа Иисуса вы получите награду именно за это. «Был ли опыт выполнить задание Бога?» Раньше этого не было. Мария не говорила, «Такое со мной уже бывало». Опыт — это не предыдущие возможности. Опыт — это наше отношение с предвечным Создателем. Как получить приглашение к служению? Я думаю, об Иосифе и Марии. Тот требовалась зрелость. Этим юным молодоженам только открылось их поручение. Дело не в хронологии. До прихода ангела они жили для Господа, иначе он выбрал бы других. Эта пара ходила в чистоте, честности и благочестие. Верно? Их выбор говорит об этом, посему они проявили зрелость, благодаря чему Бог выбрал этих праведных. Подчас мы полагаем, наши дела не важны. Бог приходит и дает поручения, но наши дела открывают нам путь для исполнения Его воли. Бог призвал Моисея до прихода Иисуса. Он был величайшим вождем. Моисей — выдающийся муж Божий. Чудо на море, заповеди, бога общения, в итоге которого его лицо стало святозарным. Правда? Земля сожрала его врагов. А судьба жалобщиков? Знаете ли вы, что Бог не позволил Моисею ввести евреев в обещанную землю? Из-за прилюдного непочтения Моисея к владыке Яхве он многократно упрашивал Бога, но Творец запретил ему просить об этом. Бог пригласил вас послужить Ему, если вы будете послушными Ему и набожными. Полагаю, Мария и Иосиф были пригодны для принятия Христа благодаря зрелости. Посмотрим на другой сюжет о нем. Это евреи. Он в одни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти. Он услышан за благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушания. Совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником вечного спасения. Был наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседек. Это история о том, как Иисус выполнял задание Бога. Я специально выбрал не евангельский текст, а послание евреям. Речь идет о земной жизни Христа. У Него была жизнь до прихода сюда. Почему земная жизнь? Искупитель уникальна? Мы празднуем Рождество, ибо Он воплотился. Он стал одним из нас и обрел человеческую плоть. Сегодня человек Иисус Христос сидит одесной Отца. Это впечатляет? Бог стал одним из нас, чтобы мы стали Его сотрудниками. Аминь. В чем состояло Его поручение? Христос принял поручение Бога Отца, принял задание о спасении. Он пришел найти и спасти заблудших. Он не изобрел религию. Он пришел помочь человечеству. Это звучит нетолерантно, но Иисус не повторил. Пусть вам будет известно, что я не сглаживаю острые углы. Я пришел к интересному заключению. Политкорректность относится не к истине, а к власти. Меня не интересует политкорректность, но я хочу быть корректным в духе. И давайте подробнее расскажем о поручении Иисуса Христа. С одной стороны, это отрезвляет. Во второй главе послания Павла Филиппицам сказано о том, что Божий Сын Иисус не держался за свое равенство с Богом Отцом. Христос умолил Себя и смирился. Он стал по виду, как человек и был послушным до самой смерти. Поручение отрезвляет нас. Иисус есть одно поручение. Сынок, тебе надо оставить блеск и преимущество небес, и все, к чему ты имеешь доступ, и стать частью творения. Представляете? Ваш Небесный Отец приглашает вас терпеть лишения. Или что-то отложить на время, встать на ступень ниже. Вы представляете себе это? У вас возьмут, отторгнут милое сердце благословения, вы злитесь на Бога. Он не исполнил ваши мечты. Вы хотели получить обетование в ваши сроки, но все пошло насмарку. Бог зовет служить. Вывод. Отцовское поручение отрезвляет и меняет наши планы. Тут не сохранить статус АКВО. Невозможно служить Небесному Отцу в послушании и при этом сохранить статус АКВО. Это повлияет на отношения, на распорядок дня, на ваши средства. Бог переписывает будущее. Тут не сохранишь статус АКВО. Есть еще одна деталь. Сложность поручения Христа превосходит понимание. Лично я ставлю ее на самый верх шкалы. Он неповторим. Никто не смог бы осуществить то, что сделал Он, ведь все мы рождены с натурой Адама. Все люди родились с устремлением грешить. Посему понадобилось Рождество, дабы Христос умер, как вседостаточный Искупитель, Иисус, великий помазань Господа. Был не только хорошим, не только лучше всех остальных, Он родился безгрешным и предпочел вести благочестивую жизнь. Он искушен во всем, как мы. Каждый из нас был запрограммирован на нечестие и беззаконие. Поэтому Иисус так нужен нам, ведь мы не можем спасти себя. Поэтому Сын — это конец закона, к праведности всякого верующего. Нет набора правил, которые мы выполнили бы безупречно, чтобы стать пригодными для рая. Мы шли в ад, но Сын искупил нас. В начале Благовещения ангел сказал Иосифу, Он спасет свой народ от их грехов. Нам нужен Сын. Сын. Святой — это не только член общины или сторонник того или иного перевода Библии. Он строит отношения с Господом. Бог — Спаситель. Сложность поручения потребовала вмешательства Господа. Как же добиться успеха и стать значимым? Вы скажете, Иисус был успешным. Ребята, а что же это за успех, если Иисусу негде было голову склониться, на него покушались на родине? Религиозная верхушка Иерусалима. Духовные вожди обладали властью, влиянием, организовали его казнь. Рим был самой мощной империей. Пилат знал, Мессия невиновен, но ему нужно одобрение от религиозных лидеров Иерусалима, а не от Иисуса. Пилат осудил его. Вы мечтаете о благополучии детей, а я говорю об успехе Иисуса. Дорогой брат, я говорю об этом, потому что вы считаете себя полным неудачником. Прошу, не меряйте себя неточной меркой и не сравнивайте себя с другими. Не смотрите на их достаток, особняк, крутую школу или одежду от кутюр. «Брат мой, успех не в этом. Послушайте меня. Богатые тоже умирают. Трудись для вечного царства Бога. И Творец всего наградит тебя вечной наградой». Несешь ли ты бремя, возложенное Богом, на тебя? Желаешь ли ты угождать и служить своему Господу? Я не против успеха, я против уравниловки. Берегитесь, разбазарить свою жизнь, променяв ее на временный успех. Это неудачная сделка. Писание гласит, «Отец дал сыну имя выше всякого имени за путь, который сын избрал». «Пред именем Иисуса склонится всякое колено». «Отец сделал сына судьей живых и мертвых». Вот это награда. Ныне послушный сын сидит по правую руку Бога Отца, глава церкви. «Дорогой, выберите волю Божию, и вы никогда не пожалеете о своем выборе. Окружающие не поймут вас, вы не станете знаменитостью, не будете звездою в соцсетях. Возможно и такое, но вы никогда не пожалеете о принятом решении. Дорогой, выберите волю Божию для вас». Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборе. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Хочу поблагодарить вас за партнерскую поддержку и щедрость. За то, что вы остаетесь с нами и возносите имя Иисуса в нашей стране и по всему миру. Вы совершили огромные перемены. Этот год близится к концу. Возможно, вы хотите сделать пожертвования для нашего служения. А вместе мы меняем мир для Царства Божьего, и у нас большие планы на 20-й год. Друг нашего служения пожертвовал нам 250 тысяч долларов в виде гранта. То, что вы пожертвуете до конца года, будет удвоено благодаря такой щедрости. Это уникальная возможность. Бог двигается на этой земле, и Он призывает нас нести перемен. Спасибо, что вы со мной. Я верю, что Бог воздаст вам за вашу щедрость и ваши пожертвования. Нивы уже побелели. В знак нашей благодарности мы вышли вам новое издание Библии в красивом, черно-сером, кожаном переплете с удобным шрифтом. Также мы вышли вам план чтения Библии от пастора Алана Джексона на 20-й год. Помните, каждое ваше даяние будет удвоен благодаря щедрому пожертвованию друга этого служения. Звоните нам по номеру, указанному на экране, или заходите на наш сайт. Спасибо вам за поддержку служения Алана Джексона. Вместе мы изменим этот мир. Хочу поблагодарить вас за партнерскую поддержку и щедрость. За то, что вы остаетесь с нами и возносите имя Иисуса в нашей стране и по всему миру. Вы совершили огромные перемены. Этот год близится к концу. Возможно, вы хотите сделать пожертвование для нашего служения. А вместе мы меняем мир для Царства Божьего и у нас большие планы на 20-й год. Друг нашего служения пожертвовал нам 250 тысяч долларов в виде гранта. То, что вы пожертвуете до конца года, будет удвоено благодаря такой щедрости. Это уникальная возможность. Бог двигается на этой земле и Он призывает нас нести перемены. Спасибо, что вы со мной. Я верю, что Бог воздаст вам за вашу щедрость и ваши пожертвования. Мивы уже побелели. Хочу помолиться с вами, прежде чем мы закончим. Отец, благодарю тебя за каждого партнера, за каждого, кто поддерживает нас, за их щедрые дары. Молюсь, чтобы ты ответил не только на их молитвы, но и на их веру, чтобы имя Иисуса возносилось, а твое царство распространялось. Во имя Иисуса. Аминь. В знак нашей благодарности мы вышли вам новое издание Библии в красивом, черно-сером, кожаном переплете с удобным шрифтом. Также мы вышли вам план чтения Библии от пастора Алана Джексона на 20-й год. Помните, каждое ваше даяние будет удвоен благодаря щедрому пожертвованию друга этого служения. Звоните нам по номеру, указанному на экране, или заходите на наш сайт. Спасибо вам за поддержку служения Алана Джексона. Вместе мы изменим этот мир.